Здарова, ребят, здарова! Меня зовут Евгений, вы на канале Коршуна Санкт-Петербурга. Здесь я помогаю вам переезжать в самый красивый город на земле. Сейчас нам нужно с вами будет идти в город, и я смотрю на улицу, прям дождь, ветер! И вместе с тем нас это не остановит. Дело в том, что через сколько месяц мы с вами уезжаем отдыхать, а нужно подготовить почву. Поэтому сегодня в ролике мы с вами, первое, снимем сейчас зарплату с дзена, я покажу, сколько я зарабатываю как блогер, да, я вам честно, вот прям открыто показываю, ребят, на какую сумму вы можете рассчитывать, если будете так же снимать ролики, как я. Затем мы идем, получим выигрыш с лотерейного билета, там вообще большие деньги, 100 рублей целых. Потом мы идем с вами в центр, купим юанчики, да, и положим деньги на ипотеку на январе. План действий ясен, понятен, вперед! Маркиз, что ты кручишься под ногами? Синоги отоптал мне! Ютубчик больше нам, российским блогерам, деньги не платит, но, слава богу, есть Яндекс.Дзен. Спасибо ему за поддержку, да, как автора меня. В общем, у меня два канала на дзене, сейчас давайте будем разбираться, сколько, сколько есть там грошей. Последний раз я деньги выводил ровно два месяца назад. Итак, на первом канале у меня, ну, 16 тысяч рублей за два месяца, ребят, неплохо, да. Нажимаем монетизация. Так, вывести деньги, правильно. Сбербанк, сумма, ну, всю выводим, правильно? 15,980. Вот моя карта, подождите, моя карта, не моя? Да, моя, 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 Сбербанк, мир. То сейчас я не туда выведу, да. О, будет беда. Нажимаем, вывести. Ну, так, деньги отправлены, хорошо, ребята. Не все, не все гроши, ребят, не все. Меняем аккаунт. Заходим на мой второй канал. Здесь у меня выходит такой формат видео, как Мукбанк, да, он выходит каждый день. И сейчас я покажу, сколько мне за два месяца насчитали. 11 тысяч 270 рублей, да. Снимаете каждый день, как вы кушаете, выкладываете на канал, набираете 282 просмотра, 228, 300, да, есть 371. И вы за два месяца заработаете 11 270. Все равно едите, коршуны. Сколько можно бездельничать. Это же гроши. Это гроши. И они же тоже, как вам сказать, сумма увеличивается. Чем больше у тебя аудитория, тем, соответственно, ты больше зарабатываешь. Вот так. Это реальные деньги, ребят. Это реальные деньги, которые мы сейчас с вами пойдем тратить на ипотеку. Не было бы ипотеки, я пошел бы не найти. Суши купил, шмотки, да все что угодно, ребят. Это деньги. Вот так, моя зарплата. Ну что, написано, отправлено. Сейчас заходим в Сбербанк, посмотрим, пришли или нет. Ребят, я немножко прилег, жду, пока поступят деньги. Вот пришли смс-ки. И смотрите, как важно все-таки держать ухо в остром. Сбой системы. Видите, сначала услуга самозанятого 15, маркиз, 987, да. А потом еще услуга связана с предоставлением партнерам что-то там заказов, да. И тоже 15, 987. То есть, у меня чеки задворились. Поэтому мы с вами заходим и удаляем. Налоги мы два раза платить не будем. Хватит того, что один раз платим. Вот так. Короче, нужно быть внимательным, ребят. Потому что деньги, видите, все хотят денег, даже налоговые. Погода, конечно, сидеть дома и не рыпаться. Но, ребят, ну а когда еще решать вопросы? Понимаете, вот завтра я работаю, потом опять работаю, потом съемки. Плюс деньги лежат, они мешают, могут потратиться. Поэтому я, знаете, не заботая ни на что, люблю все дела закрыть. И уже, как говорится, дальше жить спокойно. Почему кладу деньги на январь, на ипотеку, скажем... Дело в том, что мы с вами в декабре едем отдыхать. И для того, чтобы отдых был полноценным, да, чтобы я максимально смог расслабиться, мне нужно сделать так, чтобы все мои финансовые вопросы были решены. Чтобы я не думал, там, на ипотеку еще... Все, все положено, все спокойно, Корсун едет кайфовать, да, наслаждаться летом. А сейчас, ребят, январь 2024 года. Опять ипотека. Еще много выпусков будет нас с вами, ребят, еще долго ее платить. Но потихоньку, человек, помаленьку, мы сдвигаемся, да. Ой, да, конечно, прям сегодня нелетная погода, не для Корсуна. Почта России, заходим, опа, так, еще народ есть? Ой, вообще никого нету, отлично, так. Так, у нас с вами билеты в лотерее. Нажимается, мокрый, видите, нажимается, все, Т3. Слушайте, три минуты шел под дождем, мокрый насквозь уже. Что, надо с тобой зонтик. Здравствуйте, у меня, это, лотерейные билеты. Там один выиграл точно, самая среклая. От выигрыша, говорите вам? Да, да. 27,74. Так, я выиграл 100 рублей, и 100 рублей я еще в кассу положу. Лучше надо выбрать два билета. Нет, это не выиграл. Ну ладно, сейчас, аж нам так раз. Давайте самый нижний возьмем. Самый нижний, самый нижний, самый-самый-самый нижний. Вот это, все, беру два билетика. Вопрос с билетами решил. Сейчас хожу на улицу, тут, смотрите, прям непогода вовсю, да. Ну ничего, у нас с вами зонтик есть. И в центре я предлагаю сегодня не идти пешочком, да, потому что промокну, а проехаться на автобусе. Это у нас что, 290, не очень он удобно идет, придется небольшой круг делать, но что сделаешь, да. Оплачиваем проезд. Так, 40 рублей мне списали, осталось 44. Мне нужен обзор. Вытираю окна, да. Ну, я люблю смотреть на улицу. Коршуны. Видно вам, как-то она не видела, да. Ну что, волнуется речка, ветер сильный сегодня, да. Плюс такая, там, темно-темно-серая стала, смотрите, да, прям. Ну все, уже зима скоро. Потемкинская улица. Коршуна, честно, я ненавижу автобусы, просто терпеть не могу, поэтому немножко заранее с вами выйдем раньше, да, потому что он дальше что-то ворачивает, да, на Литейный, по пробкам этим толкаться. Проще вот выйти у Чернышевской и дойти пешком до Восстания, вот так. Ой, и дождя нет, видите, все. Вот эта, знаете, серая питерская дождливая погода, она, ну, она немножко загоняет в депрессию, но не Коршуна. Я, на самом деле, от этого получаю удовольствие до определенного момента. Вот когда в ноябре там уже, знаете, минус один, плюс один, и вот этот противный мокрый снег с дождем, вот это не люблю, вот терпеть не могу. Не знаю, как я в этом году переживу этот период, но будет мне тяжело. А пока, ребята, жить можно еще, да. А вот действительно недостаток вот этой такой вот дождливой погоды, знаете что, почему-то выходишь из дома и резко хочется в туалет по маленькому, вот у меня так. Ну, потому что зябко немножко холодно, и организм вот реагирует вот таким образом. Нерегулируемый пешеходный переход, ребята, это прям, вот прям смотрите во все стороны, во все глаза, когда его переходите, потому что носится как угорело. Эти водители реально сшибают людей, а здоровье, сами понимаете. О, вот пропускает на дядька, спасибо ему. Вот так по Питеру идешь и идешь, и случайно выходишь в Гродненский переулок, друзья, школа. Как вы думаете, кто здесь учился? Вот, вот, желтое здание, да, вот, я рукой на него показываю. Владимир Владимирович Путин, да, получал первые двойки, пятерки вот в этом заведении. По-любому он вот здесь ходил, да, а сейчас здесь ходит коршун, как интересно получается, какая интересная штука жизнь, да. Я сто раз проходил вот мимо этого здания, только сейчас обратил внимание, какое оно красивое, да. Осенний поцелуй после жаркого лета, а помнишь ты-та-тинь, ты-та-ти-да-ты-тинь, да. Уже практически пришли, я смотрю на лица прохожих, все идут такие грустные, вообще такие прям обездоленные, несчастные. И я поговорю, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Отлично, доковыляли мы до Стокмана. Первым делом, ребята, нет ни банк, ни гроши, реструс. В туалет захожу, написано уборка. Да, извините, пожалуйста, но физиология, она первичнее, да. Я такая думала, я тут работаю, и когда-то, наверное, вас увидишь. Да, сейчас я вижу. Да, я не знаю, я стесняюсь. Отвечаюсь я в живот, нет? Нет, ровно так же. То же самое, да? Ладно. Могу передать всем привет. А? Могу передать всем привет. Всем привет. Как вас зовут? Эля. Давно смотрите меня? Ну, наверное, где-то полгода. Какие видео нравятся больше? Да, в принципе, все. Все нравится, да? Да, в принципе, мы сможем смотреть. Валюту покупаете с каждого прихода денег? Нет. Почему? Это с Хайлокошина. Да, знаю. Ну, как-то пока что нет. Не получается, да? Ну, да нет, получается просто пока что. Ясно, ладно. Все, удачи. Спасибо, что подошли. Спасибо. Бля, внезапно встретил зрителя. Так, ладно, не отвлекаемся, поехали. Бухгалтерия следующая. Нам нужно с вами положить на ипотеку плюс небольшой шаг по досрочному погашению сделать. Затем в начале года у меня страховка, да? Ее тоже нужно платить. Плюс комиссия за перевод. Итого общая сумма мне понадобится вот такая. Снять без чека. А-а-а, Коршуна, смотрите. Это вот мои зрители Дзенчика. Это вы, 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 вы насмотрели меня на такую сумму. Спасибо. Тра-ля-ля, трра-ля-ля, трра-ля-ля. А, про юаня забыл. Так, обратно карту вставляем. Еще снимаем на юанечки деньги. Правильно? Ай-яй-яй, Коршуна. Почему не покупаете валюту с каждого прихода денег? Это же, ну, это правило Коршуна любого без исключения. Ну, я не стал, конечно, ругать подписчицу. Она, в любом случае, подошла ко мне, да, настроение подняла. Но, ребят, я вам серьезно говорю. С каждого, с каждого прихода денег вы должны немножечко накупить валюты. Мы сегодня с вами это сделаем. А сейчас пойдем на ипотеку. Пока, мои хорошие. Пока. Спасибо, спасибо, что вы у меня были. Пусть недолго времени, вместе с тем были, да, я их потрогал. Ну что, банкомат не выделывайся? Давай все деньги принимай сразу, чтобы Коршун не нервничал, да? Просто еще так жарко, не могу, я просто, бишь. Потом обливаюсь в этом торговом центре. Ну, давай, рыбка. Ребят, ну, чего он завис? 40 тысяч, 100 рублей. Я всегда, когда деньги положу, я проверяю баланс. Так. Пока тут дярявня Коршун возился со своими грошами, да, какая очередь, понятно, с банкоматом собралась. Я сейчас хочу еще раз обратиться к людям, которые видят цель, но не могут к ней прийти. Не важно, сколько вы зарабатываете, на каких должностях и работах вы работаете. Имейте в виду, вы должны приучить себя откладывать деньги с любой суммы, которая у вас есть. И тогда маленькими шажочками вы придете, поверьте Коршуну, поверьте человеку, который вообще в одних трусах приехал в Питер 13 лет назад. И жил в хостеле две недели, пока искал себе работу и жилье. Только откладывая деньги, можно добиваться в этой жизни каких-то результатов. По-другому никак, ребят. Другого рецепта не существует. А сейчас я должен это проговорить, чтобы у меня мозг осознал, у меня закрыта ипотека за январь 2025 года, плюс к этому у меня уже оплачена страховка на следующий год. Хочется танцевать, хочется петь, ну, потому что получается, получается у Коршуна, и от этого хорошее настроение. Вот так. Ладненько, идем с вами в обменник. Это уже мы с вами деньги копим на что? На поездку, да? На ее родную. Но она тоже будет в этом году у меня классная, ребят. Я поеду в очень хорошую страну, в хорошую гостиницу. Так что не зря откладывал деньги и продолжаю это делать. Сейчас у постоянных моих зрителей случится взрыв мозга, ребята. Сотый раз повторяю. Самый выгодный обменный пункт находится в Петербурге по адресу Риговский переулок, дом 6. Вон туда нам нужно с вами. Если я покупаю юани, это не говорит о том, что все должны это делать. Покупайте любую валюту, которая вас устраивает, с которой вам спится спокойнее. Самое главное, покупайте, хорошо? Так, доллар по 97, евро по 106. Ну, по факту не изменился курс за 2 недели. Ладно, заходим. А можно вас спросить по одному вопросу? Да, пожалуйста. Сейчас, сейчас, секунду. Мне брат написал. Он не может доллары почему-то поменять. Сейчас, секунду. Где он это пишет? Вот. Уточни, пожалуйста. Обмене принимают ли доллары старого образца белые? Это касается 100 купюровых валют. Смотрите, да. Мы принимаем 100 уловные купюрки старого образца. Ага. Комиссии с купюрой 500 рублей. 500 рублей с комиссии? Да. Это 500 рублей. Если мы подсудим по правилам приема нашего банка. А там... Я понял. А почему так? Не знаете? Это правильный банк. Ага. А он просто в Минске живет? У него вообще не хотят принимать. Представляете? Ну что ж, мои орлята. Подождите. Подождите, куда я рожьи положил? А, даже нашелся. Подождите. Я одну купюру покажу. Можно? Отойду в сторонку. Ву! 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 Готови! Так, ну ладно. Мои хорошие. Так, ну мы немножко с вами еще богатее стали, да? Еще немножко продвинулись. Ой, молодцы. Тяжело, трудно. Не всегда все получается. И вместе с тем, ну, инфотека потихоньку гасится. Иончики покупаются. На поездку вроде бы тоже все пока складывается. Все нормально, ребята. Жизнь прекрасна. Мне просто сейчас брат написал. У него в Минске не хотят принимать доллары старого образца. Ну, такие белые, светлые. И я вот слышу и спросил у обменники. Сейчас я ему надиктую. Вань, здоровый еще раз. Слушай, я узнал в обменнике на Лиговском, да, здесь в центре Петербурга. Вы знаете, корж, мне кажется, вот такая херня, что там какую-то валюту не принимают. Она может случиться с любой, с любыми деньгами. Поэтому всегда нужно копить на определенную цель. Накопили, пришли, что там захотели, купили квартиру, машину. Не знаю, там, переехали куда-то. Потратили все и со спокойной душой копите дальше. А если так копить-копить и как скруч-макдак садиться на эти деньги радоваться, рано или поздно их у вас просто не примут. И все, и будут у вас килограммы макулатуры. Друзья, срочная новость. Мне только что позвонил человек и сказал, что Женечка, я готов с тобой поехать на Бали. Я посчитал бюджет, у меня все сходится. В общем, ребята, все идет к тому, что мы с вами едем отдыхать. О, маленький поток в Петербурге, да. Как мне все-таки повезло в этой жизни, да, в каком красивом месте я живу. Еще на один феномен хочу обратить внимание. Смотрите, конец октября, а у нас цветы. То есть в этом году заморозки еще и... Ой, ребята, на караматном паху еще даже не наступали. Вообще, по-хорошему, надо мне уже идти домой, монтировать видео, загружать на канал, потому что завтра мне на работу, времени не будет. Но так не хочется, хочется прогуляться. Плюс донаты приходили, сейчас я, ребят, вам зачитаю их. Что вы там пишете, мои корсуночки мои, родненькие, родненькие. Сейчас только читаю, что вы там написали. Вау, красота невероятная. Это все, ребят, видео блокаду. Да, это уже музей. Несмотря на то, что мы вовнутрь не зашли, этим уже можно любоваться. Меня охранник со двора выгнал, сказал, идите оплачивайте вход в музей. Ребят, внимание, стоимость тысячи рублей. Вау. А для форенера, это иностранец, да, 200. Либо я мало зарабатываю, либо реально дорого. Слушайте, ну, мне как... Ну, рублей 200, ладно, так, 300. Ну, тысячу. Сори, ребятки. Сейчас я другое место найду и зачитаю вам донатики, хорошо? Выходит император Коршун. Смотрит на любимый город. Вообще, точно знаю, бывают дни, когда можно зайти бесплатно. Вот, типа, ночь музеев, еще какие-то акции. Но это нужно прямо отслеживать. По поводу, кстати, вот Эрмитажа. По-моему, каждый второй четверг месяца вход бесплатный. Да, ребят. Но информацию за коршуном лучше проверить. И вообще я давно не был. Надо как-то сходить будет. Да, все-таки в Питере живу. Мы в летнем саду. Здесь вход бесплатный всегда. Зимой и летом. Пробую перевести, что написано на английском. Администрация слова я уже понял. Dear visitors. А, ну, типа, visitors, да, скорее всего, посетители. Мы... Kindly ask you... Не могу ask you что-то not. Вот, типа, не делать с едой в... Вон с... Ну, ладно, на русском. Уважаемые посетители, убедительная просьба вас не кормить лебедей. Все. Ну, ребят, ну, некоторые слова я такое понял. Дерево внутри уже пустое. Вообще полое, да. Но пока живое. Но, вот видите, прям треснуло пополам. Сколько ему лет? Я... Дальше, подождите. Я его даже не обниму. Вот, настолько оно большое. Нашел я уютное местечко. Давайте зачитаю быстренько вам донатики. Итак, Иван отправил мне 100 рублей. Вань, спасибо большое за поддержку Коршуна. Нравится смотреть ваше видео. Люблю Питер. Уже 4 раза перелетал из Владивостока. Боже мой. Вань, ну, раз нравится Петербург, надо переезжать. Все, по-другому никак. Давай. Очень, кстати, много у меня здесь знакомых, кто из Владивостока переехал в Петербург. А я бы с удовольствием, кстати, слетал бы во Владивосток. Но меня даже нисколько пугает долгий перелет. Ладно, это мы переживем. Меня сколько отталкивает стоимость билетов, ребята. Она какая-то космическая там, да. На боли дешевле. Ладно. Следующий донат. Аноним отправил 100 рублей. Здравствуйте, Евгений. С удовольствием смотрю. Спасибо. С удовольствием смотрю ваши видео. Мне 51 год. Я впервые побывал в Петербурге в этом году. Представляете, человек 51 год и только полжизни прожил, только первый раз побывал в Питере. Обалдеть, да. Я представляю, вас по-любому эта поездка впечатлила, запомнилась. Питер меня покорил. Кстати, она не пишет. Слушай, давай так, я на ты перейду сразу. Если понравилось, надо переезжать. Каждый коржун может прожить 100 лет. Берите себе это в голову, да. Я проживу 100 лет, вот ты на меня сейчас смотришь, проживешь 100 лет. Давай вторую часть своей жизни проведи в месте, где реально кайфово, где ты будешь. Вот не просто приехал, посмотрел, сфотографировался, уехал домой и скучаешь, да. А где ты можешь в любой момент прийти, сесть вот на эту скамейку, где конкретно я сейчас сижу. Смотреть на эти деревья, вот этот летний сад, кайфовать от него. И жить. Жить. Реально жить в этом месте. Это другое, ребят. Это не сравнить с путешествиями. Поэтому 49 лет впереди, еще долго счастливой жизни. Давай, жду в Петербурге. И город тебя тоже ждет. Все, друзья, летний сад уже вовсю готовится к зиме. Ой, как я удачно зашел, да. Смотрите, видите, вот деревянные настилы. Соответственно, рабочие вот таким образом закручивают статую, что это, я не знаю даже, что за ткань. Это обычная простынь, да, ничего особенного. И потом, соответственно, вот этими щитами уже закрывают ее. Понятно, от мороза это явно не спасет. Но вместе с тем, видимо, от каких-то физических воздействий. А вот так, ребят, шли, шли, шли. И вышли к Неве, да. Так, друзья, ну все, мне надо идти домой. Надо смонтировать все-таки видео сегодня, успеть загрузить его. Потому что у меня впереди рабочие дни. Жду вас через пару дней на канале. Заходите. Не забывайте Коршуна. Ах, ветер сильный петербургский. Я буду выходной день обязательно вам что-то новенькое сниму. Все, пока-пока. Пока, хорошего, пока.